Доброе утро, мои дорогие! Ну что, хотела я вам показать, какая зима в Турции. Смотрите, как льёт! Ну, конечно, всё-таки видно на камеру, я попробую с лоджи показать вам. Такой дождинок! Я вообще не привыкшая к таким дождям сильным, к молнии, да, потому что у нас в Урманске практически нет ни разу ни молнии, ни грома, а тут просто всё заливает, смотрите, ооо, просто стена. Вот, а мне ехать надо в школу. Ну, что ты думаешь, как ехать? Тёстом идёт погулять. Кошмарно, всё, смотрите, машины свалить они где-то. Вот, стена, стена, стена. Ооо, ещё так холодно! Вот, всё, привет, зима! Сурекция, зима! Ну что, всё льёт, как из ведра. Я собралась... Вообще, даже Оскар не захотел гулять, он просто три секунды пописал и побежал домой. Добрый день! Я с вами хотела хорошими новостями поделиться, но я очень-очень сейчас спешу в школу. Там есть... Нет, у Миланы всё хорошо, нет никаких проблем, но есть организационные проблемы по экзамену в девятом классе, поэтому мне нужно в три часа быть у директора, и дождь очень сильный, я, наверное, Милашу дождусь, заберу её, чтобы она, бедненько, у меня не мокла. Ну, трансфер, понятно, что у него есть, но всё равно, тут я уже прям совсем к дому, тут ещё в горочку подниматься, а так к дому подъеду, и чтобы она вообще не мокла. Срочно надо покупать зонт, просто как бы... Срочно-присрочно. Может быть, заедем с ней в магазин. Всё, я еду в школу, и у меня будет сейчас время, наверное, и я с вами поговорю на одну интересную тему, потому что был вопрос, почему мы выбрали Аланию, и на этот вопрос я сегодня отвечу. Ну что, смотрите, вот сходила к директору, и вообще кошмар какой-то. Дождь всё не перестаёт, не прекращается. Прям, мне кажется, очень холодно. Я даже такая села в машину, и думаю, а может быть, отопление включить? Я не знаю, с чем это связано, или организм привыкает к теплу, да, потому что, мне кажется, как-то я так не морзла в Мурманске. Пусть сегодня дождь, пусть сегодня у нас такой тоже с вами вчера был откровенный разговор, и сегодня тоже. Значит, у нас есть хорошие новости. Давайте с них начнём. В этот дождливый аланийский ноябрьский день вас стало 500. Понимаете, это немного, но вы для меня как семья, потому что, вот знаете, есть влогеры, которые там у них по 200 тысяч подписчиков, и безумное количество хейтеров и так далее. Я не создавала YouTube-канал для, ну, то есть для каких-то зарабатываний денег. Я, наверное, создавала YouTube-канал для того, чтобы вы, может быть, на моём примере, посмотрели на свои проблемы несколько по-другому, под другим ракурсом. И хотела, может быть, многим женщинам и мужчинам показать, что даже в очень сложной ситуации, это потеря близкого человека, можно изменить свою жизнь и продолжать жить дальше и жить счастливо. Хочу, чтобы, потому что много очень женщин, которые и разводятся, да, у нас в России сейчас разводов безумное количество, и они не понимают, что им делать и как. Всё возможно, всё, пока мы живы, мы можем всё изменить, стать счастливыми, улыбаться чаще, менять работы, менять вторую половину, если действительно он недостоин. Но я всегда призываю вас, всё-таки брак вы выбрали, да, это первый мужчина или первая женщина. Не нужно по каждому поводу бежать в ЗАГС и разводиться. Всё там, надо как-то приспосабливаться. Мне кажется, всё-таки, ну, такие вот серьёзные вещи, когда прям совсем мужчина там загулял и уже не возвращается в семью, или там, например, наркоман, алкоголик, игроман, вот это такие вещи, которые, да, я бы не смирилась никогда. Но кто будет там мусор выносить, ну, мне кажется, это смешно, разводиться по ерундистике. Всё-таки надо быть терпеливыми друг к другу. И знаете, мне кажется, как-то немножко ценность семьи у нас очень сильно изменилась. То есть вот сейчас делают вот эти шикарные все свадьбы на показ и так далее, а по итогу люди вообще не понимают, что такое семейная жизнь. И важно своим детям вот показывать на своём примере семейные узы, прививать им ценность... Ой, солнышко выглянуло, наконец-то! Прививать им ценность и уважение к своему партнёру. Но это вот так отступление. Значит, так что спасибо большое, что вы с нами, вас 500, но вы у нас самые хорошие. Вот мне хочется всё-таки, чтобы у нас была небольшая, но хорошая компания, где много позитивных людей, приятных комментариев и, ну, просто замечательных людей. Просто самых-самых замечательных. Ой, ну прям мне сейчас солнышко светит в лицо. Вот не знаю, если я вот так сделаю. Вот. Вот так будет нормально. Ой, смотрите, вышла пересесть на другое место, потому что невозможно снимать. Смотрите, какая радуга! Вот, и она, смотрите, прям идёт отсюда и... И вот, и прям заканчивается тут. Ой, как круто! Да? Вот про что я вам говорю. После дождя всегда бывает солнце. Так что, что бы у вас в жизни не происходило, всё будет замечательно. Так, ну что, и следующая хорошая новость. Значит, нам одобрили заявку на ВНЖ, и это было безумно-безумно радо. Значит, теперь мы на законных основаниях находимся здесь, в Турции. Ещё, конечно, и комет, сам документ, да, о получении ВНЖ мы не получили, потому что в статусе находится... Я посмотрела на сайте Гёча, что находится документ в печати. Как только он будет готов, нам или принесут домой, или на ПТТ, на почте мы его заберём. Значит, вот. Ну это просто замечательно. Сколько времени? Давайте прошло, как мы подали заявку, и период рассмотрения, потому что сейчас период рассмотрения очень сильно затягивается. Значит, анкету в электронном виде мы подавали 30 сентября. На 13 октября у нас было назначено рандеву. Вот. И всё, вот, получится сегодня, да, спустя 13, ну, полтора месяца, да, можно сказать так. Полтора месяца нам пришёл ответ. Пришёл он пока только в СМС, оповещением, на телефон. Ну, на сайте можно проследить, на какой стадии дальше, да, то есть печати и так далее у нас будет и комет. Пока ещё не знаю, насколько на полгода или на год, но очень надеюсь, что на год. Потому что у нас, я прикладывала документы, что у нас и школа здесь, и договор аренды на год. Вот. Ну, посмотрим. Так. Что ещё интересного? Так, думаю, давайте я вам расскажу, почему всё-таки Алания. Вы знаете, я вообще никогда не была в Турции. Вообще. То есть мы посетили где-то тогда, на тот период, наверное, может быть, 41 страну или 42. Я уже толком не помню. У меня Дима такой говорит, Наташа, ну, что мы с тобой, вот, ездим по странам и никак не выберем, где нам старость провести. Знаете, я не в одну страну, нет, все страны просто чудесные, по-своему хороши, есть что смотреть. Прекрасные люди, потому что, как вы знаете, может быть, не знаете, но я вам рассказываю, в каждой стране мы обычно проводили по месяцу, ну, три недели точно, для того, чтобы её всё осмотреть и уже не возвращаться. То есть вот таким образом. Как я попала в Турцию? Это был период пандемии, это был 2020 год, да, 2020 год, у меня было 1 ноября день рождения, и у меня был отпуск, у Димы не было отпуска, и я говорю, я поеду с Миланой, я слетаю куда-нибудь, нам нужно было с ней в Питер, в больницу, и из Питера я взяла билеты до Анталии, и мы поехали практически самостоятельно, то есть я в Анталии арендовала машину, и так как помимо своей основной работы я ещё бронировала туристов, да, то есть туры и отели, билеты, всё такое, занималась полностью сопровождением, то для меня самая посещаемая как бы страна, да, россиян, и я тут ни разу не была, но так как всех были страны закрыты, хотя Дима мне всегда до этого говорил, Наташа, ну чё мы все в Турцию летают, а мы с тобой ни разу вот столько стран посетили, они ни разу не были в Турции, я говорю, я говорю, в Турцию, ну вот всегда мы успеем как бы съездить, это не такая страна, да, ну, во-первых, и стоило всё дешевле, и билеты были дешёвыми, да, и туры, это сейчас, конечно, всё сильно подорожало, а раньше она была самая доступная, да, как наравне, наверное, с Египтом, даже может быть Египет это немножко подороже был, но самая доступная страна, и как-то я от неё открещивалась, говорю, ой, в Турцию мы всегда успеем однозначно, и тут вот период пандемии, и я открыта только Турцией, и я говорю Диме, говорю, я поеду с Милой в Турцию, он такой, да, конечно, езжайте, то есть у нас не было таких проблем, что мы там с Миланой поехали, или там я с Миланой и с мамой поехала, а у Димы, например, нет отпуска, он спокойно нас отпускал, ну, вообще никаких вопросов не задавал, и, то есть, ну, мы даже не, ну, то есть эта тема, это не, даже не, ну, какого-то обсуждения, да, ты куда летишь без меня, у нас такого не было, то есть я полетела с ребёнком, всё, то есть, значит, и моё день рождения, и мы прилетаем в Анталию, я беру там машину, и беру машину, машину и бронирую отели так, чтобы посмотреть всё Анталийское побережье, ну, это и для моей работы, да, важно, чтобы понимание было, где пляжи хорошие, потому что всё-таки, когда ты предлагаешь страну, то есть очень много разных особенностей, с Турцией, конечно, попроще, можно предлагать отели, потому что просмотреть там видеоролики и так далее по отелям, понимание там пляжа, да, потому что, понятно, тут Кемер, Галька, тут Алания, песок, ну, и так далее, и тому подобное, то, конечно, например, азиатское направление, такие как Шри-Ланка, там Вьетнам, Камбоджа, там много есть разных нюансов, очень много, и пока ты вот сама там не побыла, предлагать, мне кажется, это очень глупо, и это делают только непрофессиональные турагенты. Значит, что по Турции, мы приехали, и, значит, как я вам сейчас сказала, забронировали отели, то есть мы в Кемере пожили, мы в хорошем отеле в Ларе, в Трэнди Ларе были, ну, и вот так по побережью едем и вплоть до Алании. В Алании мы останавливаемся, и потом возвращаемся на мой день рождения, в The Land of Legends, один из самых лучших детских отелей, которые принадлежат цепочке Риксоса, ну, это просто сказка, рай-райский, там, по-моему, какое-то одно видео у меня есть, с The Land of Legends, и надо, мне кажется, вам повыкладывать очень интересный отель, и вот этот парк аттракционов в The Land of Legends, то, кто проживает в отеле, могут пользоваться совершенно бесплатно, это, конечно, очень круто, потому что вход приличный, да. Значит, мы доезжаем с Миланы до Алани, и я, как помню, это был день независимости Турции, 30 октября, и мы останавливаемся в отеле Панорама, то есть это, с другой стороны, получается, Клеопатры, и с видом на этот один из самых таких старых отелей, ну, у него полностью прошла реновация, он вообще даже раньше не работал, но по системе все включено, потому что, знаете, что в Алании отели, в основном у них нет собственных пляжей, но именно в Панораме он есть. И потрясающие вообще отели в плане локации, это и центр города, это панорамный у них, наверное, называется Панорама, потому что панорамный у них ресторан с видом на Ланийскую крепость, вот, и тут, значит, день независимости, мы в Панораме, я, поднимаемся мы там на 3-й или 4-й этаж, после того, как поужинали, поднимаемся, и начинает подсвечиваться крепость Алании, я звоню по видео, значит, мужу, и говорю, Димочка, я хочу здесь жить. Я не знаю, как вам сказать, что меня цепануло в этом городе, вообще мне Турция зацепила, мы же жили с Миланой не только в отелях, но мы еще жили, например, вот в Анталии есть район, такой старый город Калиичи, он такой очень сильно напоминает Прагу, вот эти улочки, вот с брусчатыми камушками, да, вот это все, и мы там останавливались в каком-то таком маленьком отеле, где там семья турецкая держит этот отельчик, тут бабушка готовит ужин, вот это все так мило, все это, мы едем по трассе, тут же где-то останавливаемся, тут же турки что-то нам подсказывают, помогают, когда туристы приезжают в какой-то отель плохой, да, и они сразу говорят, ой, Турция, это развод, это какой-то кошмар, это тут, Турцию надо смотреть как бы изнутри, и мы ее посмотрели, и мне настолько понравились эти жизнерадостные, дружелюбные люди, и сейчас я продолжаю об этом говорить, такой у нас наплыв славян, да, но они все равно, не знаю до какого момента это будет все происходить, или у них это в крови, но они все равно нам рады, они такие дружелюбные, они всегда рады прийти на помощь, не знаю, цепануло меня, цепанула Турция, и очень сильно, представляете, то есть побывав в такое количество стран, я влюбилась в самую посещаемую туристами, русскими, да, и славянскими, именно в Турцию, самую посещаемую страну, кто бы мог подумать, и Дима такой мне говорит, да, ой, круто, значит, ну, значит, мне нужно съездить, обязательно посмотреть, у нас получается с 20 на 21 новый год, и мы летим с Олесей, со Златой, ну, вот эта вот девушка, которая, с которой мы всегда летаем, и встречаем Новый год из Екатеринбурга, ну, вот видели у меня в сторисах, они недавно к нам прилетали, ой, в сторисах, господи, инстаграм, в видео, да, что прилетали наши девчушки к нам, мы всегда Новый год отмечали вместе, уже на протяжении очень многих лет, у нас и Злата с Миланой выросли вместе, познакомились мы на пляже в Индии, Гоа, и вот с тех пор мы вот ездим на Новый год, все время отмечаем где-то в какой-то новой стране, значит, и у нас были забронированы билеты на Бали в Индонезию, но Индонезия не открылась в связи с пандемией COVID-19, и нам пришло что-то переигрывать, мы оставили билеты, у нас были забронированы Emirates, мы оставили билеты, как бы замороженные, вообще компания Emirates удивительная компания, она сразу нам, ну это не так, как, знаете, вот это происходила ситуация, потому что тогда я тоже туризмом занималась, звонишь в Аэрофлот, и потом вот это вот все трясешься, а подождите, а там столько-то, вернем, а если вы сейчас, а какие-то расписки, а какие-то письма, какая-то ерундистика, я позвонила в компанию Emirates, они мне говорят, что вы хотите, билеты вернуть, пожалуйста, там деньги, деньги вернуть, пожалуйста, переоформить на другое направление, пожалуйста, переоформить билет на другого человека, пожалуйста, поменять даты вашего вылета, пожалуйста, заморозить, как бы, эти денежные средства и ваши билеты, и потом вы позвоните и скажете, на какие даты вы хотите улететь, пожалуйста, ну, вот, ну, это вот крупные компании, да, и, значит, мы решили заморозить эти билеты, до, может быть, следующего года, и все переиграли, в декабре у Димы был прям серьезный, серьезная такая работа, он у меня ходил на краба, и не мог вообще с нами декабрь, то есть у него там путина заканчивалась 15 декабря, даже до 20, то есть, и он только с 20 числа мог с нами улететь, и мы решили сделать таким образом, что мы с Олесей, со Златой, Миланой и я летим в Танзанию на 10 дней, как вспомню эту Танзанию, так просто какая восхитительная Кения, соседняя, и какая ужасная Танзания, просто вообще, оплевались мы там все, и дальше мы прилетаем в Москву, Дима прилетает к нам из Мурманска, и мы вылетаем в Турцию, мы были в отеле Риксос премиум Белек, сейчас, просто сейчас даже цены не сложить, мы хотели забронировать Риксос премиум Белек на этот Новый год с девочками, то есть мы будем в отеле с 30 по 3 на 4 без перелета, 200 тысяч рублей, я сказала, ну это вообще, но триал, поэтому, наверное, мы первый и последний раз были в Риксос, то есть успели мы в Ленд оф Леженсе побывать, и в Риксос премиум Белеке, ну конечно, отель люксового класса, что там говорить, кого позволяют деньги, очень-очень советую, и мы справляем Новый год, тогда Эрдоган тоже запретил всякие-всякие разные массовые мероприятия, но все равно Риксос там и живую музыку сделала, и все равно хорошо отметили, кто-то там с колонкой, еще что-то, но отлично мы отметили Новый год, к сожалению, это был, и просто, когда мы были в Турции, тоже мы тут покатались, по Анталии, съездили в Памуккале, по-моему, да, в Памуккале были, погода была шикарная, что-то около 18 градусов, от 18 до 23, мы даже загорали, в Риксосе, прямо в Белеке, есть олимпийский бассейн, который подогревается, короче, мы просто чудесно провели Новый год, отлично отметили, 2 января у Димы день рождения, мы отметили тоже его день рождения, ему так повезло, что он каждый свой день рождения отмечал в разных странах, потому что, ну да, после Нового года у него день рождения, 2 января, и у нас там праздник за праздником, у нас получается, у Миланы 9 декабря день рождения, потом 16 декабря у нас было годовщины свадьбы, потом Новый год, потом Димин день рождения, Рождество, ну, короче, сплошные праздники, и, значит, Димочка, когда приехал в Турцию с нами уже вместе, то есть я уже была второй раз здесь в Турции, он первый, он сказал, да, да, он сказал, Туся, это страна, где я бы остался и хотел бы жить, и мы с ним решили, что, ну, может, в каком-то будущем мы будем жить именно здесь, именно в Аланье, ну, вот, понимаете, судьба так, зло сыграло, что я лежала на пляже отеля Панорама, и помню, мне даже в Инстаграме, в моем, в старом, я вот прям говорю, что я так, как же я хочу тут жить, вот, чтобы эти мысли материализовались, ну, кто бы мог подумать, что будет 3 июня, и он у меня умрет, и, ну, вот, сложились так обстоятельства, и мы в Аланье, чем еще, почему именно еще Аланье, для меня еще было, как бы, ключевым центром, это русские школы, если, например, выбирать Мерсин, да, в Мерсине есть русская школа, ее открыли специально для, для детей, компании Русатом, там же Русатом строят электростанцию, и поэтому вот открыли, в нее просто так не попадешь, в Мерсине жизнь дешевле, если, понимаете, я хочу вам сказать о том, что если вы не привязаны, у нас 9 класс, нам нужна именно русская школа, больше никак, если вы не привязаны, там, как школе, как мы, да, ввести, ну, я уже тоже говорила, у меня было большое видео, про школы, Турция, если вы не привязаны, вы, конечно, можете тут выбрать районы, дешевле, там, дешевле квартиры снять, и так далее, то есть, и Мерсин есть, и, если говорим про Аланию, то там, Конаклы, да, не знаю, Авсалар, там, Авсалар сейчас закрыт, для получения ВНЖ, но, я вам, тот же самый, как он, господи, называется, аэропорт в Алании, Газипаша, район, ой, город, который стремительно развивается, но все стоит намного дешевле, поэтому вот мы выбрали Аланию, и даже когда, вы знаете, я так мечтала, чтобы я выходила на балкон, и у меня была вот эта вот Аланийская крепость, и я уже, я вам уже рассказывала, как никак не могла найти квартиру в Турции, ой, здесь в Алании, да, все искала, я уже просто отчаялась, и тут пришла к девочкам на маникюр, и они мне посоветовали сходить там за углом, агентство по недвижимости, ну и девушка мне показывает, я говорю, все окей, я беру, ну потому что уже смысла, мы уже там в гостинице с Миланом, Кампус Хили, ой, кстати, вам тоже скину, отвратительная гостиница, значит, мы уже в Кампус Хили находились уже, наверное, недели три, просто я ее выбрала, она недалеко от школы, от классики М, поэтому тут буквально несколько метров пройти, и все, поэтому выбрала эту гостиницу, значит, мы уже находились три недели в этой гостинице, конечно, я уже хотела там, не знаю, постирать вещи там, что-то еще, ну, да просто уже хотела жить, как бы, в своем, ну, не в своем, пусть это арендованное, но уже, как бы, иметь крышу над головой, и подавать уже документы на ВНЖ, так как начали ходить слухи, что ВНЖ скоро по аренде закроют, поэтому я очень сильно нервничала, переживала, но вот девочки мне говорят, вот в открытом районе квартира, да, под ВНЖ она подходит, все хорошо, документы все в порядке, все отлично, я говорю, девчонки, я беру, он говорит, вы, может, посмотрите, я говорю, да я, в принципе, даже смотреть не хочу, но я поехала, посмотрела, и я даже не выходила на балкон, когда мы уже с Миланой спустя два дня переехали в эту квартиру, я вечером вышла на балкон и офигела, что у меня вид на Аланийскую крепость, ну, вы видели, ну, вот, понимаете, наши мысли материальные, конечно, лучше бы всего этого в моей жизни не произошло, но своим примером, я вам еще раз говорю, я хочу показать, что жизнь не останавливается и надо, конечно, действовать и двигаться к своей мечте, и все возможно, и одной возможно все это сделать, и с ребенком возможно, а когда вы в паре, так это еще возможней, потому что вдвоем мужчина и женщина это вообще просто силище, вот, так что, мои дорогие, вот такая история нашего переезда, и вы знаете, когда я уже после Диминой смерти устроилась в Росатом, я подумала, что, ой, ну, может быть, уже все тут, Росатом, кстати, Росатом, дайте я вот пока не забыла, я, ну, мои коллеги вряд ли меня смотрят, но все равно, кстати, видео у меня есть очень хорошее по ледоколам, посмотрите, пожалуйста, вообще потрясающее, я весь Росатом и Атомфлот и мой отдел кадров просто искренне, искренне, искренне поздравляю с выходом нового ледокола Урал на подходе Якутии, я просто знаю, какая это грандиозная работа, мой отдел провел, это действительно очень сложно, потому что подбор персонала, это узкие специалисты, это атомщики, и набрать весь экипаж, это, конечно, ну, дорогого стоит, потому что в прошлом году, в декабре, я выпускала так Сибирь, у меня не то, что вот так вот волосы были, я даже, я приходила домой, мне Милана что-то говорила, а я вообще уже ничего не понимала, я помню, что мы в день, то есть я только одна, там 20 человек приняла, а тут же еще и увольнения, там какие-то отпуска и так далее, это просто какой-то колоссальный был труд, и вот за выходом таких масштабных проектов все-таки следит наш президент Владимир Владимирович Путин, это грандиозная ответственность, просто грандиозная и колоссальная работа, это такие нервы, так что я весь Росатом, мой любимый атомфлот, и особенно отдел кадров, мой отдел, с этим событием поздравляю, вы, конечно, большие молодцы, ну так и закончу, наверное, я свой монолог тем, что и рассказом о переезде в Турцию, значит, я когда устроился в атомфлот, после смерти Димы, я подумала, что, ну все, работа хорошая, зарплата отличная, нам с Миланой вполне все хватает, и мне даже ей оплачивают школу платную, да, в Мурманске, и все, но понимаете, вот этот вот напряг, который был на работе, я помню, что мы улетели с Миланы, и в Казань, потому что буквально я 5 дней, нет, 7 дней взяла на теплоходе Максима Литвинов, мы ехали, шли, вернее, правильно говорить, парики идут, на теплоходе от Казани до Москвы, и мы летим с Милой, и тут же у меня, ну все, телефон включаю, и все, и посыпались там, смс-ки, и где-то в районе 70 входящих, то есть звонков, и все, и начали мне звонить, Наталья Александровна, здравствуйте, Наталья Александровна, мы вас потеряли, ой, полтора часа, и я не была на связи, и у нас пару дней еще было в Казани, мы гуляли с ней, там такая ситуация произошла, что вообще совершенно не было вины моего отдела, и получили по шапке ни за что, то есть я села, и мы с Миланой пришли в какой-то очень вкусный, грузинский ресторан, грузинский, ну уже не помню, честно, ну очень вкусный ресторан, и я поняла, что меня, и я просто начала плакать, у меня организм уже все, он не выдерживал, я приезжала на работу, он был такой уставший, что слезы просто катились сами по себе, и Милана села мне и говорит, мам, я папу потеряла, я не хочу терять еще маму, для меня это была ключевая ее фраза, и я поняла, что, понимаете, жизнь, жизнь мы проживаем, и она у нас одна, и никакая госкорпорация, мы, вот понимаете, нас не будет, ну и чего, все, и забудут на следующий день, хорошо, что если вино купят, вот, ну послушайте, ну так оно и есть, вот, вот эта вся нервотрепка, она того не стоит, и вы знаете, я была вот в этом круизе с Милой, я первый раз в жизни в своей, я не испытала кайфа от отпуска, потому что это был телефон 24 на 7, эти были постоянные сообщения, это была просто какая-то головомойка, эти просто 7 дней были каким-то адом, просто адом, ну жуткий, жуткий вообще этот отпуск, просто жуткий, я благодарна, что на прошлый Новый год мы летали в Венесуэллю, и не было интернета, вот, практически интернет был плохой, и так сообщения еле-еле доходили, а тут это просто был ад, и я поняла, что это того не стоит, и я с Миланой еду, декабрь, как я вам вчера говорила, я говорю, Мила, нет, я устала, я хочу, я не хочу здесь работать, вот, давай переезжать, вот, вот так случился у нас, переезд в Алань, давайте не будем о грустном, сейчас уже все хорошо, и пусть, и пусть у нас аланийская стерка, сегодня солнышко у нас не греет, но, нас греют наши уважаемые подписчики, нас греет ваша любовь, теплота, что вы с нами, ну вот такие у нас сегодня замечательные новости, и мне кажется, такой развернутый, я вам ответ, ну вот такой получился у нас с вами сегодня разговор, мне кажется, я такой развернутый вам ответ дала, почему именно Алания, почему именно Туэльзе, почему приехали мы сюда, люблю я эту страну, очень люблю, настолько сильно люблю, и мне так здесь, вот понимаете, мне тут комфортно, вот я выхожу, а у меня хорошее настроение, потому что зелень, потому что солнышко, потому что горы, потому что аланийская крепость, она с балкона видна, ну вот значит, все мы, я выразила, да, все свои мысли по поводу нашего переезда, я уже с Милашей, у меня просто перегрелась камера, крындела вам, крындела, и, короче, камера перегрелась, выключилась, вот, вот, Милаша, расскажи, как у тебя в школе, все хорошо, все хорошо, она сегодня бедненькая, у меня так промокла, у меня до сих пор, да, 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 мы ждали с ней трансфер, там просто была сильнейшая, гроза, я сама вымокла, как у сыня, просто за три минуты, это просто ужас какой-то, замерзла, взяла осечку и в кровать, он меня грел, так что вот так вот, ну а мы, Милан, поехали, гонтик хотя бы купим, а, нас подписчики, поздравляю, что у нас присутствует, теперь человек, а ты скажешь им тоже спасибо, что они с нами, так, так, ладонька, может быть, что-нибудь с сало по заливам поснимать, сцены, о, да, я хотела туда, ну давайте, может быть, что-нибудь поснимаем, сходим туда, да, может быть, 82 или 88 по заливам, 82, 82, сало по заливам, сало по заливам, хорошо, все, мои дорогие, сейчас будем что-нибудь снимать, да, короче, не знаю, поедем мы в сало по заливам, потому что я забыла карточку, в другой сумке, но, хочу вам показать, мы заехали в оба, есть, в район оба, есть такой, очень интересный магазин, эмир гурме, вот, смотрите, прям гастроном, и здесь есть всякая разная рыбка, ууу, ничего себе, мэраба, мэр, смотрите, это кривитули, семушки, смотрите, есть троллтоны, всякие разные соусики, керешки, смотрите, даже есть конфеты Аленка, вот так вот, я приехала, вообще-то, за селедкой, ну что, Милана, видишь, какой рай, и райский, смотрите, есть всякие разные, типа, хрена, аджики, да, тут тоже соты, да, вот как в том магазине, в сырном, вот, мы сыр, мы сыр, это кукуруза, сухофрукты, есть француза, француза, вот, что вам еще, всякие огурчики, соленья, варенья наши, так, смотрите, есть семка, слабосоленая, есть скумбрия, ой, может мне скумбрия взять, так что-то хочется, скумбрия, смотрите, какая красивая сегодня она, рыбка всякая разная, сушеная, есть вяленая, копченая, сыр, а ты что взяла? альпенгольд, влага, ну это что? ой, тут вообще нет, в Турции, ну и что? ой, какая есть рыбеха, салатик, пирог, это вообще какая-то она вся, уже разрекленировалась, смотрите, есть язык вареный, ничего себе, сосиски, колбасы, шоколадки Аленки, есть тут желтые полосочки, смотрите, русский майонез, и даже тушенка есть, тушенка 130 лир, что-то какой-то этот, космическая тушенка, только тебе уже сам, сами открыли, да, друзья, я вас душу, привет, привет, огурчики, малосложенные, видите, помидорчики, вот, колобаска, и всякие разные, баржоми, тархуми, квас, квас, видите, 80, сметану, сметана, а вот я даже не знаю, сколько она стоит, интересно, ценика нет, смотрите, есть еще, сколько, 120, бекон есть, тоже космическая, 240, не ладно, клади, сейчас селедки возьмем, и все, все, посмотрю, а у вас, 10 миллионов, миндальное молоко, и пельмени с варенниками, вот, чесночки, пельмешки, да, возьмешь пельмешки, а кефир есть, сухо, фруктики, ну вот, видите, какой магазин, шикарный, так что, если соскочетесь по России, дорогой магазин есть, все можно купить, вот так, ну вот видите, селедочка, короче, скумбрия, у меня получилась, одна скумбрия, вот, такое я взяла, не знаю, попробовать, я еще не пробовала, не брала у них, 58 турецких лир, умножайте на 3,2, ну, еще она дорогая, я прощаюсь самой засолить, так, что еще такого, интересного, сейчас покажу вам, так, 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 ну, понятно, тут выбираем рыбку, у них еще никакой свежей не было раньше, и есть даже наши, смотрите, зефир, есть семечки, ну, вот так вот, а, и сода даже, здесь, ну, не делаю, ну, что, Милана, ты, ты в шоке от цен, короче, 170 лир стоит селедка, короче, мы с Миланой взяли, пельмени и селедка все, нет, а, ну, да, и пельмени, один доширак и скумбрию, и 250 лир, 250 лир, да, но я вам хочу сказать, что, ну, а что вы хотели, конечно, из России привозят продукты, как, ну, какие они должны быть, дешевые, ну, нет, конечно, значит, селедку я за 175 лир, вот эту маленькую баночку покупать не стала, думаю, ладно, попробую, у них скумбрию, если понравится, буду брать, Милашенька, я открыла машину, все, мои дорогие, спасибо большое, что нас сегодня смотрели, любим, целуем вас, очень,